Здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки. Продолжаем в ферму играть. У нас вон собакин есть, кстати, да. Но это ладно. Что у нас происходит, друзья? У нас на одном поле растет лук. Он еще растет, он еще не созрел. Лук, видимо, растет дольше, чем стандартные, скажем так, культуры. Он был засажен самым первым, а вырос прям вообще не сразу, да он даже и не на последней стадии роста. Так что уборки лука сегодня у нас не будет. Этот лук, друзья, я отвезу потом на фермерский рынок. У нас закончились запасы лука туда, поэтому вот так вот. А вот тут, друзья, у нас растет клевер на двух больших полях. Значит, а что я решил с этим клевером сделать? Мы отделим от него солому, а здесь отделяется трава. И одной из полей пройдемся сеновая расшилка и все это дело соберем. Поэтому давайте, наверное, запустим уборку. Я, друзья, извините, сегодня довольно унылый голос у меня. Я себя очень плохо чувствую, а если я не буду записывать серию сейчас, то, в общем-то, до Нового года уже и некогда. Так что прошу понять и простить. А где машина-заправка? Да, я ее увозил, потому что надо было заправляться прямо в поле комбайна. Я тут контрактика, в общем-то, поделал трохи. Вообще, если посмотреть наш заработок за вчерашний день, доходы от недвижимости почти миллион, кстати. Это у нас кофейня, фермерский рынок. Нормально. Доходы от продажи урожая, там был кофе, ну а также излишки урожая. Кстати, вот за сегодня, за сегодняшний день уже 467 тысяч доходов от продажи урожая. И доходы по контрактам, видите, за два дня, по сути дела, между сериями, то, что было полтора миллиона денег. Жирненько так. Но сегодня, друзья, у нас этих денег не станет. Вы же знаете, я потратил деньги, это только вообще, только за. Запускаем этого комбайна, говорим ему, что он будет работать на поле 4044. И, в общем-то, пускай он работает, он у нас будет отделять здесь траву отдельно, которую мы сможем без проблем собрать. И ее здесь, как видите, кстати, довольно много. Так что все хорошо. На это поле, друзья, мы отправляем сразу два комбайна работать. Только я забыл зеленым поставить выгрузку соломы, сейчас поставим. И поле ему тоже ставим 4044. Мы отправим один грузовик, который будет работать с тремя комбайнами, с двумя полями. Так, тебе тоже, друг, выгрузка соломы комбайном, давай выгружай. Так вот, поставим один грузовик, и он, в общем-то, будет работать сразу везде. Вот такой вот гениальный план. Можно, кстати, опустошить силос и закинуть сюда травы. Трава-то у нас хоть осталась вообще? Трава, друзья, осталась, еще миллион травы есть, хорошо. Давай, есть, перевези силос, а ты давай, есть, перевези траву на ферментатор. Сейчас они тут быстро все сделают. Удобрение, кстати, тоже можно забирать, и удобрение у нас ешкин-матрешкин. Все запустил. Ладно, это не столь важно. Теплицы, кстати, тоже остановлены, тоже теплицы забились. Сады, сады работают, удобрение заканчивается. Короче, работа у меня потом будет валом. Все это дело восстановить. Также, друзья, в прошлой серии мы запустили, точнее, не запустили. Мы собирали деньги на покупку вот этого участка с заводом. Я его, в общем-то, за кадром купил. Привез сюда все стройматериалы. Стройматериалов здесь, как видите, было много разных, но довольно стандартный набор. Строится он 40 часов, поэтому он еще не построился. Так что сегодня мы остаемся без сахарного завода, но я думаю, что ничего страшного. И что, друзья, я сегодня хотел сделать, кроме вот этих вот полей и травы всей вот этой вот штуки. У нас, друзья, на карте есть еще одна электростанция. Вот она, на юге находится. Не удивлюсь, если она южная. Участок стоит полтора миллиона, плюс еще два миллиона стоит восемь блоков. Так как нам в любом случае надо будет потом запускать заводы, которые находятся здесь. А здесь, кстати, у нас находится очень важный завод чипсов, который прям по-любому надо запускать. И пивзавод. Это прям надо будет. И завод электроники, который нам понадобится. То эта электростанция, в общем-то, нам нужна. Поэтому я предлагаю ее купить за полтора миллиона и пойти туда, поставить, в общем-то, запустить электростанцию, чтобы она поднособирала электричество, выработала. К тому моменту, как оно нам понадобится. Она, кстати, и правда южная. Так вот, угольный модуль электроэнергии. Поставим восемь штук сюда. Даже не пришлось крутить, вертеть эти модули. Бзынь. Восемь штук поставили. И два миллиона денег за это тоже, опять-таки, заплатили. Здесь стоят точно такие же модули, как и везде у нас стояли. Которые вмещают в себя 150 кубов угля. Поэтому надо его сюда привезти. У нас-то уголь хоть остался вообще. Угля осталось 850 кубов. В общем-то, сделаем, как в прошлый раз. Сейчас закинем, отвезем туда 500 кубов. Сначала вот эти вот ребята освободятся. Один забаунулся, второй почти разгрузился. Раз этот почти загрузился, он у нас первый освободился. Давайте вот мы с помощью него тогда и отвезем. Да, не быстро это дело, конечно. Аллилуйя. Оно закончило почти. Поехали, загрузим угля. Да, за углем придется ехать. Еще давайте мы вот этого товарища перехватим. Заберем удобрение и загрузим Ил. Хотя Ил надо загружать там же, где мы уголь берем. То есть сначала надо загрузиться до конца углем. Большие объемы и все долго. Во, как раз успел вовремя. Вовремя подогнал. Все сделал вовремя. Отгоняю в сторонку вот этого. Стой, друг, здесь. А тебя тогда заполняем Илом. Ила у нас тоже не сильно много. Ну, да, полтора миллиона не сильно много. Короче, стой, заполняйся. А мы поехали на электростанцию. Отвезем уголь. Здесь, друзья, ровно как и в прошлый раз. Высыпаем по 60 с копейками кубов. Запускаем каждый. Потом как-нибудь, когда я буду заниматься всем вот этим вот непотребством, я их заполню полностью. Тогда развезу уголь вообще по всем электростанциям. И заполню их до отказа полностью все. В общем-то, как-то разгрузили. Давай, друг, едь, паркуйся. Мы возвращаемся к нашему товарищу, который у нас Ил загружал. Ил тоже загрузился за это время. И этот самый Ил мы, друзья, выгружаем в наш... Не знаю, как-то... Производитель удобрений, короче. Давай, выгружайся. Хотя бы этот прицеп быстро выгружается. Ну, как быстро? Относительно быстро. Выгрузилось. Замечательно. Теперь, что мы делаем? Мы ставим загружаться удобрение. Вот загрузка удобрения будет прям очень долго, поэтому его можно поставить и идти заниматься своими делами. А в следующей серии забрать. Ладно, шутка, конечно, не настолько долго, но очень долго. Удобрение. Заполняй. То есть вы видите, с какой скоростью. 500 кубов он будет загружать вечность. Ладно, с этим у нас понятно. Погнали, друзья, посмотрим, что у нас с коровками нашими. У меня появилась идея коровки. Ух ты, у них моносмей заканчивается. Какая незадача. А у меня, друзья, появилась идея. У нас, смотрите, осталось в этом коровнике не так много места. То есть каждая коровка еще по 3 теленка может сделать. И по сути дела коровник будет забить. Но у нас есть еще один коровник. Поэтому что если половину коров закинуть вот сюда? И пусть они себе плодятся. Мне кажется, вполне себе неплохая идея, но для этого нам понадобится специальный прицеп. Потому что вручную этого же делать, наверное, нельзя. Можно вручную просто продать половину коров с одного коровника и купить столько же в другой. Но это будет стоить много денег. Мы такое не хотим. Во, есть прицеп на 60 штук. Давайте возьмем его в аренду. Грузовик, друзья, тянуть туда тоже не особо сильно хочется. Поэтому грузовик тоже возьмем в аренду. Бздынь. Вот оно. И погнали перекинем просто половину коров из коровника в другой коровник. Сейчас будем заниматься ерундой. И знаете что? Можно их разделить просто по сортам. Или как это? Породы, да? Ааа. Вот оно что. Они тут в разнобой. Это, видимо, свежие, которые появились. Они, видите, по очереди как плодились, так и появлялись. Черт. Ладно, давайте всех черных и черно-белых отсюда увезем. Я постараюсь это сделать. О, это будет надолго, да? Расплодилось их тоже как бы немало. А, вот и все. Тогда остальное добиваем до конца тем, что есть. Подтвердить. И вот они, наши коровки. Мы их просто в соседний коровник сейчас перекинем. Странно, что нельзя, конечно, их просто взять и перегнать. Но ладно. И перемещаем их всех обратно. Миллион раз нажимаем на кнопочку. И перемещаем. Вроде как за 4 раза мы должны справиться. Или за 5. Так, мотаем вниз к черным. Во, черно-белое. Рецепт полон. Отлично. И перегружаем их обратно. Готово. И едем еще раз. Опять мотаем здесь до черно-белых. Черно-белые закончились, остались черные. Ну да, видимо еще 2 раза и мы их все отвезем. Готово. Перемещаем их обратно. Не обратно, а в другой коровник. Бздынь. О, прицепт леска тополон. В смысле прицепт леска тополон. Готово. Отлично. Едем еще раз. И наверное уже последнее. Не, что-то мне подсказывает, что... А, там же еще буро и буро белое. Точно. О, раз, два. И это последнее. Но давайте выгрузим их обратно в другой коровник. Перемещаем. И подтвердить. Значит, смотрим, что у нас по коровнику. 7 штук осталось черно-белых в том коровнике. И я ни почему-то их не забрал. Пойдем их искать. Точнее 7 таких и 7 таких. Почему они в конце, непонятно. Тоже какие-то расплодившиеся, скорее всего. Черно-белую, черную мы закидываем. Во. Вроде бы все. Надеюсь, что их тут реально 14 штук закинулось. И выгружаем их обратно. Не обратно, а... Но вы поняли, да. И еще раз смотрим. В общем-то у нас есть два коровника, в которых каждом по 122 коровки. И надо привезти еду. В принципе, в оба коровника надо привезти еду. По-хорошему. Вода солома у нас автоматически пополняется. Частота тоже автоматически. Прицеп из аренды мы сдаем. Оно нам больше не надо. Я думаю, что вот по одному вот такому прицепу будет вообще слегкой хватать. А на смесь у нас есть на базе прямо. Я ее с завода сюда привозил. Сейчас мы, кстати, сгоняем на тот завод. Посмотрим, как там дела обстоят. Мана смесь. 234 куба. Нормально. По прицепу сейчас им закинем. Он, кстати, стоит... Заполняется еще удобрениями. И до сих пор не заполнен. И, судя по всему, около половины что-то тут. Даже меньше, наверное. Ну, ладно. Так, заезжаем в один коровник. Заезжаем, друзья, задом. Потому что там посередине лежит куча силоса, на которой можно застрять. Поэтому аккуратненько сдаем задним ходом. Чтобы потом здесь же аккуратненько и выехать. Вот. Вот даже далеко заезжать не надо. В другой коровник уже нормально будем заезжать. Черт, только этот прицеп не очень сильно подходит для этого коровника. Ну, ладно. В стратосферу вроде бы не улетели. В общем-то, один коровник есть. Загружаем еще один прицепчик. Вот загрузка здесь быстро идет. Вот это классно. И второй коровник. Выгружаем это все дело. Заезжаем. Да, тут прицеп поднимается и вот в эти вентиляторы упирается. Ну, ладно, ничего страшного. Выгрузились. Давай, закрывайся. Че ты? Понятно. Он еще показывает, что может выгрузиться. По-моему, еще в 15 ферме такие косяки присутствовали. Ну, ничего. Давай, едь, паркуйся тогда. Ты свою работу сделал. Молодец. Итого. Что у нас по коровам? Еда есть. Вода, я думаю, сейчас сама прибудет. Рано или поздно. Солома тоже сама прибудет. Все будет нормально. А есть у нас 62 куба молока. Есть у нас навоз, жидкий навоз. В принципе, пускай лежат молоко. Друзья, молоко. Можно ли куда-нибудь отвезти это молоко? Кстати, запустили в прошлый раз молочный завод. Точнее, мы вывезли оттуда масло. И, соответственно, запустили завод. Можно, кстати, молоко сюда привезти. Можно на молочку отправить и освободить немножко от молочка. Давай даже вот ты это сделаешь. Загружаем в тебя молоко. О, друзья, я же забыл самое главное. Америка на электростанции. Я же не подключал. Электроэнергия есть, но она везде выкол. А, Америка, нам нужна южная. Да, у нас все здесь активно везде. Надо подключать. Пускай электроэнергия просто копится. И, кстати, еще знаете что? Мы же в прошлый раз на Псиге попробовали продавать электричество. Я так и не посмотрел. Что у нас там с электричеством? Полные продукты. На медном дизайне полные продукты. Вот это я понимаю. А, продажа выключилась сама. Доход 180 евро. Производительность 33%. Оно выключилось само. Хотя электроэнергия у нас как бы, ну, дохренища. Видите же сами. Короче, непонятно. И невыгодно. Давай, друг, едь, выгружай молоко. На молочный завод. Вообще, электростанцию, насколько я понимаю, можно запустить, чтобы она копила электроэнергию для какого-то завода. Например, давайте для сахарного откроем доступ. Домино сахар. То есть, она будет периодически перекидываться вот сюда. Вместимость 3000 литров. А что там так? Мало электроэнергии может быть? Или это поддоны? Да, видимо, мало вмещается на домино сахар. А нет, здесь 100 тысяч литров. Непонятно. Ладно. Но в любом случае, в общем-то, мы погнали на южную электростанцию. Я вам покажу, что я имею в виду. Смотрите, если мы туда зайдем, то мы увидим, ничего не увидим. Я понял. Ладно. Отменяется моя теория. Что у нас с этой травой, с этим полем? Я думаю, что уже можно запускать сеноворошилку. Сеноворошилку мы, конечно же, берем в аренду. Давайте маленькую. 60 лошадей и 6 метров. Или нет? Давайте побольше. Ладно, чтобы быстрее было. Хотя она так быстро ездит. Я просто, чтобы та не догнала комбайны. Пофиг, мы же никуда не торопимся. Правильно? Давай. И в аренду тебе еще маленького тракторенка тоже тогда берем. Ты у нас вдруг поедешь на поле 38-39. И будешь там кататься по кругу 5 раз. И ворошить там всю траву, которая там лежит. Погнал. Я надеюсь, ты справишься. Не прошло и года, как этот товарищ у нас заполнился. Ну давай. Едь. Выгружайся. А еще просто, ну, я гений. А сеноворошилка будет работать 3 часа. Это он уже второй круг, кстати, едет. Уже первый сделал. Бе-бе-бе. Чтобы он его точно не догнал. Комбайн. Этот комбайн, а минут 40 осталось. От силы. Их же тут двое. Ну ладно, пусть работает. Можно поменять. Но не хочу. Значит, друзья. Что будет сделано до следующей серии? Во-первых, я, скорее всего, покатаюсь, обслужу заводы. Само собой, да, разумеющиеся. Прибавка к бюджету какая-то будет. Так же, так же. Вот на этих вот полях я соберу вот с этого поля траву, со второго поля сена. До утра я эти поля засаживать ничем не буду, друзья. Мы с вами в следующий раз встретимся. Получается уже следующим утром. Я надеюсь, к тому времени у нас лук созреет. Соответственно, эти поля будем чем-нибудь засаживать, а лук соберем и там тоже что-нибудь засеем. И да, с теплицами тоже поразбираюсь. Короче, все приведу в порядок. Тут много еще запущено у нас получилось. Также, друзья, сегодня у меня 25 декабря, если что. Так вот, 29 декабря, в четверг, планируется новогодний стримец, на котором мы пособираем подарки. Я говорю вот про эти самые подарки, по-моему, здесь лежал один, да. А вот эти вот подарки, я думаю, вполне себе к новому году будет такой вот ивентик у нас. Вот, короче, их пособираем, продадим. Поэтому баланс вроде как к началу следующей серии будет у нас нормальным. Но это, друзья, не все. Как вы уже догадались по названию серии, это у нас финал сезона. Но на этом эту карьеру мы не закачиваем. Мы сделали небольшой перерывчик. Опять-таки, мне для записи немножко отдохнуть. Сейчас как раз новогодние праздники отгремят и пойдем заново. Да и вы тоже отдохните от этой отрадной долины, потому что тяжеловато она идет. Информации много. Так вот, в следующем сезоне, следующий сезон уже точно будет последним, нам осталось из того, что вот прям надо запустить из заводов, наверное, электронику надо будет сделать, чтобы деталюхи всякие делать. Так, по большому счету, у нас вот для производств, для ресурсов уже почти все есть. Сахарный завод запустим прям, наверное, в следующей серии, он уже достроится. Ну и производство, которое вот прям надо нам поставить, это завод чипсиков, завод пива, можно, в принципе, завод пепси будет сделать. Да, в принципе, можно тут поиграться. Также в следующем сезоне мы посмотрим всякие фишечки карты, типа как работать с нефтью, как заниматься захоронением людей и прочее. Так что, чтобы это все дело не пропустить, подпишитесь на канал, если вы не подписаны. А если хотите посмотреть это все заранее, то, в общем-то, на бусте вы можете это сделать. Ссылочка есть в описании. Тем, кто поддерживает меня на бусте, ребята, вам огромнейшее спасибо за поддержку. Лайки, комментарии тоже пишите. Всех еще раз с наступающими праздниками. С вами был Никита Дилай, всем спасибо за просмотр. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok